всех приветствую на канале компьютерная академия сегодняшнем видео интересный вопрос не открывается микшер громкости windows 10 как исправить среди прочих проблем со звуком в системе windows сравнительно возможно следующая проблема не открывается регулятор или микшер громкости в некоторых случаях открывается но не работает в этом видео мы подробно расскажем о том что делать если микшер громкости в 10 винде не открывается или не работает а также дополнительной информации которая может оказаться вам полезной так поехали итак первый вопрос нашего видео первые действия по исправлению работы микшера громкости и так прежде чем приступить учитывайте все перечисленные ниже способы исправить проблему подходят лишь для ситуации когда звук на вашем компьютере или ноутбуке работает если это не так а также случае если предложенные далее способы не сработают используйте методы из отдельной видео инструкции под названием и что делать если не работает звук windows 10 у нас есть отдельное видео на нашем канале компьютерная академия и так первое проверьте открывается ли микшер громкости если нажать клавиши вин плюс р вин это клавиши с эмблемой винды и ввести snd sound от слова sound и нажать enter если окно открывается но в нем указано аудио устройство не установлены используем способ с установкой драйверов из упомянутой высшей инструкции по не работа с на про не работоспособность звука под названием что делать если не работает звук 10 винде идем далее идем далее второй пункт если окно открывается и работает пробуем открыть микшер громкости стандартным методом а если это не сработает используем далее описанный способ и так третий пункт если же при ручном запуске микшера громкости ничего не происходит проверьте в диспетчере задач не висит ли там вот этот процесс snd в точка xe при его наличии на вкладке подробности попробуйте снять задачу а затем снова открыть микшер громкости если он не появляется и в этом случае причиной может быть открытие микшера на другом экране если у вас несколько мониторов например есть или за пределами экрана это тоже бывает идем далее четвертый пункт проверьте начинает ли работать микшер громкости после простой перезагрузки именно через пункт перезагрузка они завершения работы вашего компьютера если да то попробуйте отключить как всегда быстрый запуск у нашей винды есть такая штуковинка быстрый запуск называется отключить эту байду идем далее пятый пункт интересный откройте службы нажмите клавиши win плюс r и введите сервисы msc и нажмите enter в списке служб найдите windows аудио в ее статусе должно быть выполняется а тип запуска автоматически если это не так дважды нажмите по службе установите правильный тип запуска и примените настройки а затем нажмите кнопку запустить пункт 6 противоположный если служба уже запущена попробуйте наоборот перезапустить ее то есть дважды нажимаем по имени службы нажимаем кнопку остановить а после остановки опять кнопочку но уже запустить ну и 7 пункт попробуйте использовать встроенные средства устранение неполадок звука скажу следующее бывает помогает а бывает и нет но все-таки для успокоения души все-таки надо сделать 7 пункт и так откройте параметры далее обновление безопасность далее устранение неполадок далее нажимаем дополнительные средства устранения неполадок и запускаем пункт воспроизведения звука 10 винда нас любит водить закоулками мы за это и уважаем идем дальше ну и по окончании нашего видео как всегда секретнейшая дополнительная информация от нашего канала и так как правило если значок звука отображается а драйверы звуковой карты работают исправно один из указанных способов должен сработать по-любому случае если ни один из вариантов не помог попробуйте один из один из дополнительных методов и так первое вручную установите драйверы звуковой карты скачать скачать с сайта производителя вашей материнской платы или с сайта производителя в вашего ноутбука именно для вашей модели устройства 400 раз всегда вот говорю многие это это этому не верят важный шаг следующее используйте точки восстановления при их наличии а если это не помогло выполните проверку целостности системных файлов windows 10 это совершенно уже другая история ну и последнее отдельные отзывы о проблемах говорят что иногда может помочь включение монопольного режима для устройств воспроизведения по умолчанию и так открываем устройство записи и воспроизведения выбираем ваше устройство воспроизведения и переходим на вкладку дополнительно там включаем обе метки в разделе монопольный режим и примените настройки ну перегрузитесь на всякий пожарный ну вот в принципе на этом все я вам выдал секретнейшие данные про то как забамбурить чтобы ваша винда 10 ну и принципе 11 тоже правильно выдавала нам звук регулятор громкости чтобы появлялся и так далее так что видите из этого видео мы поняли что есть куча объективных и субъективных причин приводящим к тому что у нас на нашем компьютере нет звука так что удачи вам и всего самого хорошего это канал компьютерная академия и наш партнер сайт ремонтка . про я думаю данная информация была вам полезна смотрите наш канал ставьте нам лайки делайте подписки с нами будет интересно